В этом году на Молодежную бежу труда подано 180 заявок от желающих устроиться летом на работу, а рабочих мест меньше. Отбирали кандидатов по мере подачи документов. Среди первых, кто принес все необходимое, был Иван Кожевников. Для него труд на благо родного города – дело не новое. В прошлом году молодой человек уже состоял в трудовой бригаде и вместе со своими сверстниками помогал поддерживать чистоту в Сарове. Хочется подрабатывать, хочется зарабатывать самому, быть финансово независимым в какой-то мере от родителей. Рабочий день Ивана начинается в 8 утра. 4 часа он, взяв руки, мотыгу и грабли, вместе с другими ребятами убирает скошенную траву и пропалывает газоны. Молодой человек говорит, что работа для него совсем не сложная. Иван попал в первую смену, в составе которой 60 человек. Всего же смен будет 3. Помимо озеленения города, подростки помогут убирать мусор. В этом году у нас только трудовые бригады, и это работодатель принимает детей, и получается только фронт работы с 8 до 12. Они отработали и могут быть свободны. Такие летние трудовые лагеря, по мнению организаторов, помогают не только занять ребенка в каникулу, но и учат детей осознанно и ответственно относиться и к своему, и к чужому труду, и к деньгам, которые получены за эту работу. Все-таки попробовать зарабатывать деньги сложно. Иногда бывает, что дети включаются в работу ответственно, к этому относятся. Некоторые дети, конечно, говорят, что деньги зарабатывать очень тяжело, потому что даже в плане их ломает, что к 8 часам приходить на работу. Даже в этом плане это сложно. Через несколько лет эти ребята, которые сегодня помогают проводить наш город в порядок, закончат школу. После получения аттестата они уже должны решить, какую профессию выбрать. И если с детских лет их учат правильно относиться к труду, то они правильно выберут свой путь и добьются хороших результатов в дальнейшем. Екатерина Пёнова, Владимир Лисик, служба новостей Саров, 24.